Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваша томатургическая девочка-волшебница Невер Мур, и мы возвращаемся в эту. Да, Невер все еще страдает, превозмогает и делает это с улыбкой на лице. На своем прекрасном девочке-волшебном лице. Итак, мы нашли, точнее, мы не нашли черный гримуар у того, у кого он может быть. Поэтому остается только с горя пойти и прибухнуть с Распутиным в который раз, в который раз, в который раз. Линия сюжетная Распутина и его пьянок со всеми окружающими, она действительно вырисовывается просто идеально. И нет, мы не будем помогать рабочим, что бы там ни писали в комментариях. Так, Аванзенское кладбище. Я даже понимаю, почему он там поселился возле кладбища. Когда печеночка откажется с этими возлияниями, будет, в общем-то, и недалеко, и близенько, и прям все по месту. Но тоже не проблема. Тоже не проблема, тем более, что мы уже здесь, и... Цирульник... А, нет, Цирульнику нам пока не надо. Каждый раз выбрасывать в новом месте. Вот, скажите, пожалуйста. Так, лево-право, право-лево. Хотя, почему сюда, если мы... А и правда, почему сюда? Почему Распудин оказался на кладбище? Не должен он здесь быть. Вот просто не должен. Он в склепе в Шульских? Что он там забыл? О, да, он здесь. Григорий, поясниться не хотите ли? Что вы здесь делаете? Ванитас, ванитатум. Это у меня ванитас. Я знал, что вы с Кириллом не ладили. Мы поэтому здесь, да. Я сейчас спрошу, кто такой Кирилл, и... Чувак, это мы к тебе пришли. Что-то оказалось здесь на кладбище, мы вообще знать не знаем. Ммм, ну ладно, а что вы здесь делаете, товарищ Распудин? Вы не ответили на вопрос, что вы здесь делаете. Мы на грани двух миров. Среди людского праха. Именно здесь следует размышлять о будущем. Твой отец считал себя поляком. Твоя мать была русской. А сам ты вырос во Франции. Кто ты такой, Виктор? Ммм, тяжелый вопрос. Таматургмы. Но не поляком же называться, прости господи. Я согласен, что определяют нас та же сущность, а не место, где мы появились на свет. И какие же сущности у всех остальных? Все эти люди, вы собрали их, то есть нас, не случайно. У каждого своя цель. Мы все лишь точки на череде дороги. И так наши дороги идут в одном направлении. Моя идет ко двору Николая Романова. Я должен спасти цесаревича, потому что без него у нас нет будущего. Я могу по-моему, ты веришь мне? Да, мне-то как-то опять же побую, поэтому да, соглашусь. Да, верю, потому что вы мне помогли. Я это знаю. Подумай, чего мы можем достичь, Виктор, если ты пойдешь со мной. Представьте, будут доступны знания, там и другие, со всей Российской империи. Если Алексей Романов выживет, конечно. Слушайте. Цитируя нас же из прохождения Балдерсгета, когда нам предлагали душу продать. Да. Согласен. Я с вами. Замечательно. На парад отправиться в настоящее путешествие, но помни. Обратно дороги не будет. Точка невозврата. Вы стоите на развилке истории. Если вы решите встать на сторону Распутина, вы не сможете завершить некоторое побочное задание. Я даже не знаю, какая там другая сторона есть. Поэтому да, да, еще раз да. Не будем тратить врея попусту. Айдем помолимся. Например, в соборе Святой Марии Магдалины. Готов? Да. Да. Давайте вместе. Боже, неужели мы видим за 20 эпизодов что-то вот то самое, что называется движением сюжета? Только тихо, а то мы его спугнем, и оно не двинется. Виктор, сейчас начнется. А где мы? У меня в памяти как будто дыра. Мне стоит волноваться, друг мой. Вот, 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 друзья мои. Да еще пьянки неуемные доводят. Он уже не понял, где он был и что делал. Но гордыни пока не хватает. Мне страшно. Тише, не на базаре тут. Один с Кирилл начнет обряд. Будет отгонять бесов из одного мальчика. В отличие от Кирилла, я действительно хочу исцелить больного мальчика. Люди должны понять, что я несу истину. Валить на базар уже. Я чего народ баламутить? Ну, смотри-ка, православный священник изгоняет бесов из мальчика. В случае с католическим было бы досконально наоборот. Кардинально просто. Какова наша роль? Церковь – это священная сцена, на которую мне нужно выступить и произвести повлик впечатления. Чтобы люди посчитали меня чудотворцем. Моя роль? Ты, Далматург, помоги мне. Ну, ладно. Пойду осматриваюсь. Короче, разводники разводим. Хотя вот это барышня меня интересует. А, это не зеленые волосы, это шалюня зеленая. Нам нужно что-то найти. Я что-то почувствовал. В мальчике, да? А, нет, вот что-то есть на иконе. Святая икона. Маленькая горелая икона. Святый лик должен был призвать на помощь небес, окружить заботой. Вместо этого он вызвал гнев и стал яблоком раздора. Окончательно испортив его отношения между матерью и сыном. В конце концов, Шимон не выдержал и испортил икону. Чем только укрепил веру матери в происке дьявола. Мишка без лапы. Игрушка ласковая, названная Картошкиным. Чей-то лучший друг. Вот только в отношениях лучших друзей тоже бывают трудные времена. Времена необдуманной ярости, обиды и непонимания. Мишка лишился лапы в акте беспомощности. Книга в полном переплете. Сторони-то пересчитывались раз за разом в надежде отыскать хоть какое-то утешение. Как же сложно собраться с мыслями и найти время для себя. Ведь она уходит на шинку. Ни мне на секунду не опустишь глаз. Да уж тут думать о чем-то другом. Я напомню, что мальчика зовут Шимон, но бес из него изгонят почему-то из Шимона в православную церковь. Ну, странненько немножко, странненько. Плюс мы что-то не нашли. Мы должны с пацаном перетереть или как? Почему нам до сих пор не наваляли по щам? Батюшка, можно уже насчитать? Терпение, дочь моя. Прояви смирение. Молись. Прошу, мне не мешать. Но и ты. Зачем ты Картошкин лапу оторвал? Он сказал, что ему больно. Я не хотел. Правда, я был зол. Папа не вернулся с войны. Не стесняюсь спросить, с какой именно. Вроде еще ни одна не идет. Но я знаю, что ты испортила кону. Вас хочешь? Нет, я испугался. Мама... И что-то мы пропустили. Это ваш сын. Зачем вы привели сюда? А вам какое дело? Пускай дьявол вернет мне сына. Мне за него страшно в собственном доме спать. Почему? Он постоянно говорит про призраков. Все время реврет, что выдумывает что-то. Воет без конца. Батюшка, скорее, родите его святого. Так, ну что мы упускаем? Говорят, ты лжец. Нет, я не лжец. Это неправда. И что ты пугаешь маму? Что вечно вы думаешь? Неправда, неправда. А, вон он изъян. Хочу домой. Не подходи к нему. Из-за идеи, это дьявол и его устами вещают. Он шоу гудно скажет, чтоб спустись. И вывод, правда, Шимоне. У мальчика есть изъян. Это много объяснит. Хотя не дает ответ на вопрос, что делать дальше. В Шимоне сидят некие небесы, обычный изъян. Он влияет на характер ребенка, усугубляя одиночество и непонимание. Обряд изгнания сделает только хуже. Вот, убрав изъян, можно не только помочь мальчишке, но убедить всех способностей Распутина. Нужно с ним это обсудить. Время на исходе, Виктор. Что у тебя? У мальчишки есть изъян. Отлично, что дальше? Может быть, именно из-за него мальчик бесится, если я заберу изъян. Но здесь Кирилл из-за гномия до того, как изъян раскрылся. Не беспокойся. Вести благие. Мы все ближе к Богу. Особенно, учитывая, что здесь так довольно шумно. Так. Тут главное, заранее к Богу не попасть навстречу. Что интересно, православный атаксальный священник изгоняет демона или беса в латынью и немножко английским? Защитник Сатаны? Это не ребенок, а то дьявол. Мама! Ты заставишь ребенка страдать зря. Ему такая помощь не нужна. Я спасу его. Мама! Тише, не кричи. Я тебе ничего не сделаю. Мама, мама, помоги. Вызвусь удивление, чтобы он... Удивление тем, что он воспринимает его и у вас и упыря. Хватится ныкать. Я тебе помогу. Но сперва мне нужно проверить. Так что помолчи. Сможешь? Серьезно, им лет 14 уже на вид, а он сопли жует. Ты когда-нибудь видел призраков или чудовища вроде него? Один раз в кафу. Еще на кухне, я их боюсь. Говорил об этом кого-то? Только маме и священнику. Да, в ад ты попадешь, но не за сурютуров, а за рукоблуде. Не глупи, ты не попадешь в ад из-за того, что это Матург. Я тоже вижу призраков. Иногда они даже помогают. Почему Бог с нами так поступил? Он нас что, не любит? Сказать, что Бога нет. Бог не желает нам зла. Вот люди, ненаделённые способностями, очень даже. Они не понимают, боятся нас изляться. Долго ли еще? Кирилл меня вот-вот, она кое придаст. Он даматург, я не знал. Ты ведешь себя в нем? Хочешь помочь ему, потому что тебе никто не помогал? Что со мной будет? Ну, Виктор, временно исходят, что с ним будет? Забрать изъян, конечно. Я решил забрать его изъян. Получается, ты из милосердия забираешь у него для собственной выгоды? Иногда мой дар до проклятия. Я избаловываю грядущих страданий. Как скажешь. Вы отвеюсь мягкой маме? Много честь тебе еще рассказывать. Если чё, мы гордынь текачаем. Вы получаете изъян трусость. Ммм, идеальная вещь. Все хорошо. Все будет хорошо. Найди внутренний покой. Покой, да. Все хорошо. Благословен будь, Шимон. Исцеляю тебя. Лучше же, не так ли? А чудо. Спасибо вам. От всего сердца. Шимон, тезка одна из величайших компостолов креста. А вы хотите из него дьявола изгнать? Что за богохульство? Что-то говорю я, Григорий Фьюнш Распутин. Человек, которого вы предали. Иуды. Мы превратили слово Божье в высочек прибыли. Сделали храмы и ярмарка тщеславия. Сатана существует и сегодня среди нас. Но не внутри мальчика. Из-за него наша родина несет. Прямо как пропасть несется. Пора дать отпор. Рэн же духовное единство. Лишь так мы можем удалять сатану. Сюжетное движение завернуло в такую сторону, что грустно и печально на это дело смотреть. Но мы посмотрим. И почти получили новую левел. Эй, ты, бед с книжкой. Черт, колдун, к тебе вращаюсь. Я просто мимо проходил. Виктор, помощь нужна? А мы что-то сильно знакомы. Ты мне один раз пистолетом угрожал. Справлюсь и сам. Спасибо. Закончил болтать. Пошевеливайся, начим с толпой. До ночи не разберемся. То есть причина вот этого конфликта, друзья мои. Вы поняли, да? Чем дальше, тем глубже это притягивается просто за уши. В какой-то момент разработчики просто сказали, а зачем нам нужен сценарист? Давайте мы его пошлем на небо за звездочкой. Сами будем делать как оно и есть. А, ты смотри, какой-то век сработало. Заранее. Ну, у них будет подкрепление, поэтому смотрим внимательно. Нужно завалить до того, как. И да, когда не нужно, работают вообще шикарно. А что-то нас за дебаф такой? Ужас. Снижает концентрацию на... А в чем ужас-то? Прибежал от двойнищей брода с винтовками или еще? Не, ну мы им наваляем, но как-то не весело стало. И да, у нас что-то как-то жутенько по кровотечениям идет. Надо их пробить совсем-совсем. А, минус один, хорошо, хорошо. Надеюсь, больше подкреплений не будет. Не, больше не будет, поэтому успеем давить. Даже на базовом уроне. Не говорю уж про продвинутый. Довольно. Ситуация явного не по зубам. Потому что с этим колдунским отродим, честно, даже не подерешься. Хватит. Вы двое, взять их. Да, мы просто молились. Пошли, пошли. Михао, оставь ему alone, бродица. Короче, бредня какая-то. Фига ли тут полиция, фига ли тут революционеры вообще нашли? Что происходит? Кто все эти люди? Ну, хоть бы пальто оставили здесь прохладно. Они нас убьют. Выберемся отсюда, выберемся. И так, застанцевые революционные. Но мне казалось, что ты из всех заключенных погребщи возишь. Мы в цитадель, они отсюда не выходят. Сначала надо просто охрану, а потом на тюремный двор поведут. Эй, малой, слушай меня. Вон нас вытащит. Надо просто подождать. Ты свистеть научился? И запомни, мы были на проповеди. Ничего не знаем, понятно? В отличие от него. А, то все гады меня еще подставляют. Не, ну надо же, какие добрые люди. И теперь расскажешь, что именно было в церкви. Но у меня не было выбора. Парень, с которого сгоняли нечистую силу, был таматургом. И что? Я добрал его дар. Теперь он будет обычным человеком. Обычный? Не думаю, здесь точно нет. Возьмите в руки и говорите, что... Я не могу. Я не могу. Я не могу. О, вот это сейчас уши оставало по уху, он на допрос поведут, да? Здесь. Это я. Ты должен его отзываться. А, да не буду я тебе слово давать. Я ему 16-ти нет, ну и что? На тюремном дворе его точно сделал совершеннолетним. Скажите ей, не поздравить меня. А ты? Тут была попытка, знаете, притянуть грешное к праведному. Типа, мы за них душой болим, но мы за них душой не болим. Они нам вообще никто. Давайте он вернется. Я уверен, он в порядке, все будет хорошо. А вот и нет, вот и нет. Нас тут убьют. Ноута спи спокойно, дорогой товарищ. Нужен ты нам. Шульский, встать. Твой черед. Ну, увидимся. Я напомню, что у нас дядя судья. Поэтому мы как бы это, блатные здесь. Ау, конечкин, ты смотри, какая прелесть. Это было разочаровывающе. Вы его знали. Вы меня обманули. В месте, на котором вы указали, книги и не было. Надо же, я был уверен в обратном. Вот так конфонс. Серьезно? Вижу, по-прежнему, он у вас. Помню, чем закончилась история с одним расставщиком. Ну, расскажите мне что-нибудь интересное. Тогда я постараюсь вам помочь. Не хотелось бы, чтобы черпальщики выловили вас из висла, как Светлана Петровна. И все-таки, где гримор? Скажите, объясните, что вы делали в церкви. Да, пожалуйста. Молился я. Свечку ставил за отцовский гримор. Это хорошая вещь, я не знаю. Благо, что я такими методами приходит за несчастом. Как мы туда попали в церковь на проповедь? Да, серьезно? Задык такой. Мой друг не хотел идти в одиночку. У него нервы шалят. Что за друг? Как зовут его? Пожалуй, не скажу. Понятно. Ну, это все. Оставьте нас. Что, даже допрашивать не будешь, он? Не глупите, Виктор. Ммм, сестрена. Думаю, вас можно не знакомить. Готово? Или не сестрена? А, не, мадам Самира. Помню, рожа знакомая. Но у разработчиков всего одна модель на любой женский персонаж в этой игре, поэтому вот как-то так. Сканировать нас будет, да? Мы и так можем рассказать. Мы не гордые. Может быть, вы знаете, где ему Армава Рассан? Мне это одиночное нравится. Ну, вот на какой ваш разум. Пожалуйста, смотрите из-то. Что, в Варшаве завредили призывать духа? Вы подыскали другую работенку? Или Кривентура поняла, что у Шарлотт-Ланка? Речь не обо мне. Меня здесь вам не обмануть. И вырваться отсюда у вас не получится. Так что умерте пыл. Подумайте о церкви, о том, с кем вы там были. А мы расскажем. Мы не гордые. Хотя можно было бы обмануть, но они нам эти люди вообще никто. Что зовут, богемонах? Трогательно. Вы такие друзья. Чё, и подобный человек вам тоже покажет заболезным, не так ли? Вы о себе, что ли? Мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы вы были так уверены. Вы будете знакомство не с теми людьми. Я привыклю к тому, что доверяю только себе. Не последнюю очередь, благодаря вам. А так, усыпиться, а вы за идею про вознаграждение. Сердце 6 и сердце 1 к Софи Скалон. Только Софи Скалон я уже не помню, поэтому давайте так за вознаграждение. Ваши вины ничем не загладить. Самира, сосредоточьтесь. Мисс Конечкину. Это верная смерть. Конечкину прямо и мстительный ублюдок. Его подчиненные повсюду. Я скорее вырву то, что он хочет из вашей головы, сейчас надо так рисковать. А, да, вот немножко не докачали мы сердце наше до семера. Возможно, могли бы ее убедить. А вспомним тайну царя. Именно. Подумайте, как эти знания нам помогут. Помогут на веселье попасть. Но если мы обглашаем... Ладно. Что, ладно. Пора выбираться. Вам же это нужно. Я помогу, но пойду с вами. Но без Грибора я не уйду. Уверен, он у Конечкина. Да, Грибор в кабинете. Двумя этажами выше. Только поторопитесь. Вступайте, я задержу его. Но ненадолго, так что не медлите. Давайте быстрее, я долго его не удержу. Короче, там и другие, это самая бесполезная магия. Истой маги, что вообще есть. И судя по всему, она ему по яйцам дала, а не... Так, кабинет Конечкина. Ну, это сортир, наверное, да? Биография Скалона. Дайте его вон. А, Софья Скалон, дочка губернатора. Вон кто. Рядом что-то есть. Фотография Лиги. Что он здесь делает? Да, нонировал он фотографию Зестрёны. Личное дело Виктора Шуйского. Дело смерти Рославчика Ивана Семеновича Крокина. Показания свидетелей. Учить перечень общественных доказательств от Чудо-Вскрытия. Копии переписки за все годы. Рапорт осведомителей Филлёров. Архивные документы охранного отделения. Печень лиц, подостиваемых в практике томатургии. Не то, чтобы они сильно скрывали, что они томатурги. Вот он, черный гримуар, да бог ты мой, сколько мы тебя искали. Что скажешь, Отец? Посмотрим. Шуйский, нет времени книжки читать. Я не могу это прочитать. Все равно, чтобы это зависать с любого цвета, я не понимаю. Хватит бормотать, но надо идти. Что случилось? Ранник заглянул в камеру, все пошло на смарку. Конечкин бесился. Он скоро придет в себя, так что предлагаю не тратить время попусту. Валим отсюда. Закамерники сказали, что их товарищи наблюдают за Тоделью. Они нас заберут. А вы хотите вызволить Янока? А он нам грубил, когда мы его первый раз встретили. Капиталистом назвал. Поэтому пускай остается отдыхая. И если она думает, что мы ее дождемся, то... Плохо она думает. Личное дело Лигии. Вывод. Скрытые мотивы. Интерес конечкин на Лигии не ограничен служебными обязанностями. Господин начальник желает разлучить ее с родными и приложить брак по расчету. Неприятная перспективка. Можно ли как-то обернуть это в свою пользу? Ну, если ты сбежал из-под сражи, то сомнительно. О чашках рукава фарфора с обещатом красной помады. К Ване пристала запоздалая мысль, полная страха и паники. И личное дело Самира. А-а-а, под нее тоже копали. Самира не сама вызвалась работать на Канечкина. Он ее просто прижал, а не ставил выбора. Документики, пожалуй, забрали, да? Ну, это что такое? Личное дело Станислава Шульского. Развод. Дело о смерти ростовщика, про которого нам вспоминают все, кому не лень, но при этом мы не знаем, кто это. Отношения с Труменцевой аристократкой. Копии переписки с Надеждой Шульской. Показания нотариусов и аудиторов. Рапорты на городовых. И копии переписки Шульского за все годы. Вывод. Канечкин использовал каждую крупицу информации, чтобы заставить томатургов работать на себя. Случаи с отцом заработали не его прегрешения, а мои. Станислав Шульский согласился с озорничать с охранкой только под угрозой ареста сына. Я этого не знал. Ну, учитывая, что сын полжизни провел во Франции, да? То есть, ну... И как бы они его арестовали просто ради интереса. Ой, товарищи граждане-охранники, а можно мимо вас просто мимо пройти? Мы не гордые, нам как бы это... Бочком-бочком колесенька и все. О, колесеньки закрытые, я пишу, да? Так, против нас играет трое, которые... Да, нам плевать вообще, кто против нас играет, но стандартная схема. Велес, иди сюда. Иди сюда, покажи этим засранцам, как нужно жить. Ты один сюда. Мы втаскиваем... У тебя 8% урон. Стандартная схема вот сюда. Так, и в нас целятся. Что вообще не есть хорошо. Плюс, при всем при прочем, нам накидают на половину жизни сразу. Мощна вашу охрану, друзья мои. Мощна просто. И Велес тоже на нас работать не хотит. Негодяй чертов. Пожалуй, что нет. Верните мне моего упыря. И пускай накидывает нам Жизон. Если мы вообще выжимем до этого прекрасного момента. Что вообще далеко не факт. Очень не факт. Прям совсем не факт. Скорее всего, и не выжим. А может, и выжим, тоже знает. Так, решка мосай вот этого. А мы добьем вот этого. Минус 1. И минус 2. Все, тут-то вы точно победили. Хотя кровотечение, зараз. Кровотечение мощное. А эффект снимается упырем тоже. Какая прелесть. Ходи, лечение на тройку такое себе. Чуть-чуть-чуть-чуть. Главное, нас не добей. Так, это удар после него. Это удар до него. О, плюс 4, хорошо живем. И мы сбили ему ход вообще прекрасно. Зубодробительный. До свидания. Да, не то, что мы были цитаты для охранки. И вся охранка должна была бы сбежаться сюда. Нет, ну что показалось вам. Так, нам сказали. Дикты лесом гонимы, ветром палимы. К воротам. Хотя чё я мучаешь-то? У нас тут один путь. И то вперед. А, конечно, что ты здесь делаешь, да? А меня отпустили, честно-честно. Что ты здесь делаешь? Да, просто по сторонам смотрю. Так давно не был в Варшаве, я хотел немного осмотреться. Покажи провозг, иначе подряд пойдешь. А ты че ловишься? Хватай этих негодяев, тащи барак. Каких негодяев, я один сюда иду. Меняю упыря, что ли? Так, чуваки, вас всего двое. Я напомню вам эту грустную истину. Дайте мы сделаем втащинг, чтобы это захорошило сразу. О! Томатургия, томатургия. Кунг-фу надо качать. И будет все рабочее. Минус один. Не минус два, но все еще живы целые орлы. Хотя, атаку мы так и не сбили. Немножко неудобно. Ну давай, родной. Раз-два и в дамках. Красавчик. В смысле востроено бежало, чуваки? Ну вот за такой уговора не было. За такой уговора не было. А, 80% урон, 80% урон. Начнем с того, который урон получает по полной программе. Гады, сейчас же накидают, которые еще не по самой панамке-то. Плюс одна жизнь, Карл. Плюс одна жизнь. Как так можно? Так, тебя мы добьем. Упырем снимается Велесом, а здесь Лилика. А, проблем, беда, печаль. Но с бронячих он нам может набить много жизней. Вот это наш упырило. Поэтому давай ты сюда, а мы добьем вот этого одного. Плюс два. Да всегда же бронячих плюс 15 было. Ладно, черти. Вы меня вынуждаете. Где мой Велес? Так, у тебя Велесом, да? У тебя Велесом. Молодец. Именно тебе, быленький такой. По-моему, даже ход ему сбили. Это ли не чудесно? Хотя есть обильно неприятные моменты. В общем, будет опять Велеса призывать. Шанс гибели 33%. Дорогой, боже, не Велеса, а упыря. Велес, давай как-то побыстрее, нет? Родина в опасности требует героев. О-о-о. Что-то где-то где-то доза шло. А тебя мы меняем на упырило. Который сработает после нашего хода и жизни мы много не получим. Да, как-то так. Ну, ты чертяк как-то, а? Так, главное, два удара не наноси за раз. Плюс 20. Все, мы уже победили. Он об этом не знает, но мы уже победили. Так, у тебя вроде бы лелик. Смеху для? Мы сейчас леликом на тебя перебросим твои же эффекты. One Shot One Love И с лелика бывает польза. Где она? Что-то, когда уж слишком легко все прошло. Так вот, для чего свистеть-то нужно было. Чтоб нам прямо в открытые ворота циталили, пришли революционеры и сказали, пошли. И Канечкин такой наблюдает, типа, да-то. Думайте, сбежали. Все идет по моему плану. И ничего вы не сбежали. Клянусь своей шрамированной рожей. Ну, хотя бы гримуар достали. Через 200 эпизодов после начала игры. О-о-о-о, местный Нидо Дамблдор. Заходите, заходите. Одиночество в такие времена недопустимо. Амирс, наших ребят убили. Мы всегда будем их помнить. Нужно поедаться с Берком. А повесьте остальных. Знаменитая мадам Саммера пощадала своим медведем. Спасибо, что приняли нас. Вы должны быть утомились. Прошу, идите наверх. Я буду чуть позже. Дядя? Да че бы нет. Девушка предлагает в кровать, я в кровать согласен. Ну, в кровать мы пройдем в следующем эпизоде. А пока что маленькая пауза. Не забываем про наши телегран, дискорды, вконтакт. Ссылочка под видео в описании. Всем удачи. До встречи и увидимся немножечко попозже. Субтитры сделал DimaTorzok